почему некоторые христиане боятся умирать здесь конечно же сразу отмечаем что некоторые не все но все-таки боятся умирать когда читаем библию райское блаженство вечная радость и почему-то некоторые христиане хватаются за последнюю ниточку стараются чем подольше хотя будут еще денек еще часок еще минутку ну как-то вот пожить на этой земле с одной стороны понимаем с другой стороны вот хотелось бы порассуждать на эту тему с нами сегодня в гостях проректор евангельского теологического университета доктор богословия игорь семенюк рады приветствовать очень рад приветствуем всех то сегодня присоединились к нашей программе пусть благословит вас верю это будет интересный эфир спасибо за приглашение возможность быть с вами кстати вы только ночью сюда приехали как еще ощущение выспались уже не да ну я вообще-то по америке же давно курсе курсирую я из саус-кар-лайн и перелетал сюда немножко в разница во времени есть там к цена три часа если не ошибаюсь вперед идет время но уже скажем такая выработана привычка что если ты в служении в божьем деле как-то уже вот эти вещи сон на второй план уходит так что спасибо все отлично в самолете как-то ближе к небу чувствовалось или нет когда я ждала тему предстоящего вот учитывая лично меня часто когда самолет взлетает особенно попадает зону турбулентности и у меня всегда появляется желание сразу молиться и всегда в молитве срабатывает такая тема господь благослови чтобы я еще чуть-чуть полетел доделал то что мне уверенно и вообще храни и всех тут это самолете летят где-то на уровне подсознания срабатывает такая программа но это же получается не страх это просто желание больше потрудиться для бога ну такие чувства смешанные и страх однозначно присутствует где-то но и желание конечно потрудиться хорошо мы уже немножко ближе к теме первый вопрос который необходимо задать когда мы говорим о смерти что же такое смерть вот для нас верующих и в принципе для людей в целом это неверующих что такое смерть если так говорить в общем его хотел сказать в общем научно мы знаем что конкретно когда мы говорим о физической смерти мы лишь это прекращение человеческой жизни и вот когда мы в общем смотрим на жизнь человека то очень часто люди они понимают жизнь пока живут но когда мы говорим о смерти что будет дальше для многих людей это какая-то сфера неизведанная можно сказать это что-то непонятное необъяснимое и поэтому каждый человек живущий на земле он понимает что смерть это прекращение жизни однажды она придет в жизнь каждого человека. Это неизбежно. И вот многие люди, скажем так, смотря вперед, не понимая, что дальше, очень часто приходит этот страх, скажем, страх непонимания, что и как будет дальше. И, наверное, если бы мы задали вопрос многим людям, которые нас окружают, ты бы хотел быстро умереть или еще хотел бы пожить? То я думаю, многие говорят, конечно, хотелось бы больше пожить. Каждый человек, даже если он болеет, даже если у него какие-то есть проблемы с здоровьем или вообще у него все хорошо, думает, чтобы прожить как можно больше и дольше. Скажем, мы не очень радуемся, что вот скоро смерть придет, да? То есть, скажем, чувства немножко другие нас преследуют. Мы понимаем на уровне нашего подсознания, что придет момент, да, жизнь прекратится, но хочется пожить дольше. Ну, со мной, со мной, это естественное состояние каждого живущего, да? Вот, но с другой стороны, уже непосредственно к этому вопросу, ну, как-то странным, кажется, смотришь на, ну, такой даже пример приведу, что люди неверующие бывают так где-то в фильмах, смотришь, что приказ, значит, стоять, задержать врага, Родину защищать, и смотришь, люди понимают, знают, что это все, верная смерть, верная гибель, и вот они стоят и ждут свою смерть, но, ну, наверное, что же боятся, но как-то, ну, как-то идут, да, на это, вот. А в то же самое время верующие люди, как бы, знают, что Бог есть, что смерти нет, ну, в нашем понимании, христианском, да, и вот все равно, как бы, вот, если какой-то однозначный такой ответ, значит, вот почему все-таки страх этот есть? Скажем, ну, одним вопросом или одним ответом мы не можем на эту тему ответить и сказать, вот только вот в этом проблема. Почему? Я бы сказал, причин несколько есть, да, даже много. Вот если говорим мы конкретно о верующих людях, да, есть принципы, которые движут нашей жизнью. Вот даже каждый пастор в церкви и люди, которые посещают евангельской церкви, все слушаем и проповеди, что нам нужно жить верой, надеждой и упованием на Иисуса Христа. Это знают все. Но когда мы смотрим на нашу практическую жизнь, особенно когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, например, болезни пришли, проблемы пришли, трудности пришли, и человек, когда смотрит на эти вещи, сразу появляется вот маленькое чувство страха, я бы сказал, какой-то паники. И это не есть новость, потому что мы даже открываем Библию, мы встречаем там подобные сюжеты. Даже апостол Павел имел определенные переживания, которые приносили ему много дискомфорта, и он хотел, чтобы тоже у него жизнь идеальная была. Он даже к Иисусу, да, молится, говорит, Господь, убери от меня вот эти все жала. Всего лишь три раза просил. Да, три раза, правда, говорила, всего лишь. Но мы видим, что его это волновало. То есть, если бы, скажем, это не сильно бы его волновало, может быть, один раз бы сказал, может быть, бы можно на этом не зацикливаться. Но мы видим, что даже он тоже имел определенные переживания. То есть, это естественно. Мы даже берем молитву Иисуса в Гефсимании, когда он молился. Мы видим, что первая часть молитвы, как была его построена? Он говорил, если возможно, даже в греческом тексте Библии написано, было бы хорошо, чтобы это меня миновало. То есть, это было естественно, что исходило от него. Ну, позже он уже немножко как бы формирует свою молитву по-другому. Но я бы хотел именно зациклиться вот на этой фразе, да. То есть, каждый человек, когда мы говорим о смерти, особенно о верующих людях, всегда вот срабатывает внутри нашего сознания вот этот момент, понимая, что есть страдания, понимая, что жизнь прекращается, понимая, что есть вещи, которые мы до конца не понимаем, что там будет. Да, у нас есть знания, мы слышим про это в проповедях, мы читаем книгу Откровения, но все равно в каждого человека, даже верующего, есть вот это, скажем, непонимание реальности, которое мне до конца непонятно. И она пугает, да, срабатывает страх. Да, мы на уровне подсознания понимаем, что нам нужно через это пройти, чтобы быть с Богом, быть в Божьем Царстве. Но легко про это говорить, пока ты живешь, все у тебя хорошо. Но когда ты сталкиваешься уже конкретно вот с этой гранью, что твоя жизнь может сегодня прекратиться, или через болезнь, или через другие обстоятельства, вот срабатывает туда чувство страха. Может быть маленького, может быть большого, у каждого может быть по-разному. Да, и вот как вы сказали, что мы в церквях вроде как бы и учим об этом, да? Ну вот вопрос, может быть слабо учим, или как-то надо серьезнее учить, богословие лучше расписывать, или как-то больше времени уделять этому, или вот может быть в этом проблема, большей частью или нет? В какой-то мере да, вот я бы сказал даже два взгляда. Первый взгляд. Очень много, скажем, в нашем богословии мы сегодня говорим об Иисусе и о жизни христианина в благословениях здесь на земле. И, скажем, нам это привычно, нам это более понятно, да? Скажем, живя здесь на земле, мы можем жить благословениями Царства Божьего. Видите, как Бог отвечает в наши молитвы, мы переживаем чудеса, исцеления, открываются двери. Ветхий завет, благословятся твои там и хлеба, и потомки, и все. То есть и это нам более ипонирует, нам это близко понять. Но когда мы, например, начинаем говорить о том, что однажды мы закончим земную жизнь, тут срабатывает понимание того, что есть что-то, что уже выходит за рамки моего контроля или моего логического понимания. И вот поэтому второе, да, про это нужно учить и проповедовать. Я считаю, что когда мы про это говорим и когда мы это доносим до людей, это тоже вырабатывает определенные понимания. Скажем, когда мы людей правильно учим каким-то вещам, в людей появляется знание, понимание этого. И когда люди начинают это оценивать по-другому. Если мы знания не имеем об этом, и, скажем, мы стоим перед такой как бы неизведанностью, да, это приносит страх, да, это приносит где-то сомнения. Есть очень-очень коротко, вот о чем надо учить, что там рай, вечность есть, что... Конкретно вот говорить о том, что такое Царство Божие, что такое жизнь после смерти, что такое смерть в понятии Библии, да, вот что значит мы умирем в воскреснем, как это значит, что мы воскреснем, что значит, что мы пред Богом предстанем, какими мы предстанем пред Богом, что значит, что смерть – это переход из этой жизни к другой. То есть вот именно вот эти темы, вот такие, которые, скажем, на слуху актуальные, вот именно на них нужно обращать внимание. Тогда в сознании верующих людей не просто уже будет какая-то общая, субъективный их взгляд, но будет уже понимание библейское. И вот если про это учить, я думаю, это в какой-то мере тоже будет помогать людям более, скажем, ну не воспринимать это на таком уровне, как страха, трагедии, что все, жизнь моя закончилась, я отжил, все, теперь все, конец. Ну да, это когда говоришь людям, что будет и как будет, да, то как бы страх, он как-то уменьшается. Если не пропадает, то уменьшается. Да, но он уменьшается, почему? Потому что у меня уже есть информация. Да, ну вот про самолет, как мы вначале говорили, да, многие говорят, во время турбулентности самолет никогда не упадет. Но многие люди, когда попадают в турбулентность, все равно где-то работает страх. Но даже имея такую информацию, это тебя немножко успокаивает. Ты понимаешь, что, ага, есть информация проверенная. Люди, которые профессионалы в этой сфере, они говорят, что это процесс естественный. Подобно как по дороге ты едешь, есть ямы, ты же не сразу машину разобьешь. Вот, ну подобное и в воздухе летишь, тоже есть ямы. То есть есть информация, которая немножко как бы утоляет это чувство страха. И вот то же самое, когда мы говорим о смерти. Библия в какой-то мере, она не просто пытается показать, ну вот смерть конец. Но она пытается как бы показать, что есть что-то лучшее за этой гранью. Но об этом нужно знать, об этом нужно учить. И вот треть очень важная, это вопрос веры. Даже я бы сказал, может быть не столько логического понимания, как вопрос веры. Вопрос веры. Прежде чем к вопросу веры перейдем, хотелось бы затронуть вопрос чувств. Вот, во-первых, знания, да. Мы говорим, что если человек имеет знания, то как-то легче. Но, во-вторых, может быть это не столько вопрос знания, сколько вот именно человеческого настроения. Или как он чувствует смерть, или не чувствует это. Может быть для кого-то на чувствах, кто-то менее эмоционален, да. И для него это как-то, ну ладно, там умер, умер. Вот, а для кого-то любая смерть это все трагедия. И может быть тут надо и обучение, и какая-то подготовка эмоциональная, вот на таком эмоциональном уровне. Но я думаю, здесь больше такая взаимосвязь идет. Вот если мы говорим о нас, да, скажем, о нашей душевной части, нашей физической части, о нашей духовной части, да, все взаимосвязано. И вот если мы получаем определенные знания, скажем, они формируются здесь в нашем подсознании, в нашем сознании. Это влияет на наши эмоции, это влияет на наши чувства. Скажем, если, например, допустим, мне говорят, что ты умрешь, если будешь вот ничего не делать, то это вызывает страх. Но когда, например, мне говорят, если ты будешь принимать, например, приведу, да, там, медицину, она поможет тебе решить эту проблему. Что происходит? Мы получаем успокоение, да. Вот какое-то приходит успокоение, понимание, что делая такие шаги, я могу эту проблему решить. И вот то же самое и здесь. Вот как было сказано, да, о эмоциональном. Знания, они в какой-то мере помогают нам привести вот в порядок свои чувства, свои эмоции, выровнять все. И мы немножко имеем успокоение. Вот почему Библия так много про это говорит? Библия очень много говорит о смерти, на самом деле, если мы внимательно проанализируем. И она не просто говорит о смерти, чтобы вызвать в нас страх. Нет. Но Библия дает нам ту информацию, чтобы сбалансировать все в нашей жизни, чтобы мы эмоционально не были людьми, которые, скажем, говоря о смерти, воспринимают это как конец, безнадежность и завершение всего-всего. Но она в какой-то мере пытается дать нам те знания, которые должны все сбалансировать, чтобы мы не имели этого внутреннего эмоционального страха. И вот даже сегодня, несмотря на то, что многие верующие люди боятся, есть те, которые к этому относятся нормально, но это не означает, что они не боятся. Я думаю, тут тоже вопрос знаний и приближения вот именно к этой границе. Скажем, когда человеку там 17-18 лет, и мы говорим о верующих, да, он ходит в церковь, мы говорим, смерть, она придет. А многие люди, думаю, воспринимают это еще не до конца, может быть, понимают. Но приходит момент в жизни человека, чем он становится старше, и он начинает немножко по-другому оценивать свою жизнь. И вот когда мы говорим о смерти, его эмоции начинают брать вверх, ну, скажем, в его жизни. И вот поэтому знание в какой-то мере вот оно делает такой вот баланс, балансирует это. Хорошо, если вот как-то связать эмоции с местами списания, вспоминаю в детстве в деревне похороны, вот был я очень-очень маленький, и вот все, что мне запомнилось, бросил в глаза, приносит, значит, умершего человека, и такой крик поднялся, такие вопли. Ну, может, мне казалось это, как маленькому, не знаю, но... А вот я так, ну, как-то, да. Сегодня на похоронах проповедуется это место из Писания, да, что Павел говорит, что для меня Христос, жизнь Христос, а смерть приобретение, вот, но все равно смотришь на людей, и все печальные, убитые горем, и как-то так. Ну, и понимаешь, что есть там, в американской культуре, то там как-то это считается праздник жизни называют. То есть у нас это как похороны, там, вот что-то там, а здесь как праздник жизни называют. То есть здесь во время похорон могут и посмеяться, поулыбаться, там, рассказать что-то веселое о жизни ушедшего в вечность, вот. Вот, но все равно вот сам настрой такой какой-то, может, это славянская культура просто такая, что нам нужно поскорбеть, там, помучиться чуть-чуть, чтобы вот как-то... Мы это все понимаем правильно, вот, но культура, она заставляет нас вот как бы придерживаться. В какой-то мере, да, но вот хорошая мысль была замечена, да, по поводу проповедей на похоронах. Вот мне очень много приходилось хоронить людей, скажем, верующих, и собираются неверующие родственники. Вот я часто практикую такую вещь, это правда, это есть, но я думаю, это даже не проблема культуры, а очень важный вопрос к тому, кто говорит главное слово на похоронах, да, пастор, проповедник. А вот простой пример. Недавно у нас был похорон, умерла была одна женщина с нашей церкви, было много верующих, неверующих родственников. И вот когда я только пришел, было такое чувство, такого трагизма, такого подавленности, слез, крика. И я встал, поприветствовал всех, и я сказал такой вопрос. Я говорю, а почему вы плачете? Эта женщина прожила хорошую жизнь. Она в церковь каждое воскресенье, говорю, ходила, все домашние группы в церкви посещала, молодые люди не могли среди недели на группы прийти, она даже в дочь ходила, постоянно молилась, пережила Божью благодать, еще и служила. И к Богу, говорю, уходит. В чем, говорю, трагизм? Вечная райская блаженность. Я говорю, она с Богом будет. Я говорю, она жизнь счастливой прожила. И вот тогда вот это чувство начинает спадать. Почему? Потому что в моих словах люди увидели какой-то лучик надежды. Да, я не хочу сказать, что они уже все поняли, им все стало понятно, но они увидели какой-то лучик надежды, понимание того, что что-то есть большее, чем то, что они делают. И они сразу приостановились. Они перестали это делать. Потом я сказал вторую фразу, очень популярная фраза в славянных похоронах. Пусть земля тебе будет пухом. Про возглашение того, что все, конец, больше жизни нету. А я объясняю. Я говорю, даже если вы будете говорить последние слова, не говорите земля пухом, потому что жизнь продолжается. А если вы так говорите, значит, у вас надежды нету. И люди останавливаются. И я вот думаю, что здесь тоже очень многое зависит от того, как мы мотивируем к этому людей. Вот как мы про это говорим, как мы это доносим. Да, мы можем читать места Писания из Библии о смерти, но они не будут надежду вызывать, а будут, наоборот, вызывать еще больше расстройства и подавленность. Но наша цель не в этом. Наша цель показать, что на самом деле смерть для верующего человека, как говорит апостол Павел, это как приобретение. Мы переходим через это к чему-то новому. И поэтому я всегда стараюсь сфокусироваться на том, что человек, который оставил эту земную жизнь, особенно если он верующий, это благословение, потому что, несмотря на все, что в жизни есть, он достойно ее прожил. Да, возможно, были трудности, может, даже через болезнь ушел, может, какая-то трагедия была, но он знал Бога. Да, да, это правда. Вот и все. Это правда. Дорогие друзья, все, кто смотрит нас прямо в эфире, у нас такая серьезная тема, почему некоторые верующие боятся умирать. В гостях у нас проректор Евангельского теологического университета из Киева, пастор церкви Игорь Семенюк. И следующий вопрос, который я хотел бы задать, касается веры. Вот, как вы уже сказали, что когда что-то происходит, случается в жизни человека, ну, человек сразу пытается искать там таблетки, что-то другое, да, а уже потом, ну, когда начинает понимать, что что-то делаю очень серьезное, тогда уже обращается к церковь, служителям, значит, пасторам. Вот некоторые люди пытаются все-таки верой как бы остановить болезнь, верой там провозглашают против смерти, там приказывают, повелевают смерти уйти, там все такое. И, с одной стороны, ну, понятно, что все же мы все равно когда-то умрем, перейдем в вечность, но с другой стороны, ну, как-то если понимаешь, если есть писание, какие-то обетования божьи, что вот ты имеешь право, имеешь, если у тебя есть вера, то ты можешь наступать, ты можешь там, то вот где, вопрос, где та грань, где ты уже как бы должен смириться с верой, ну, как бы, либо с отсутствием веры, либо со слабой верой, либо с нерабочей верой, ну, либо с каким-то божьим предопределением и сказать, и уже смириться сказать, что, ну, наверное, уже как бы вот, я все, что мог, сделал, сразу таблетки, потом вера, вот, и мне уже сейчас надо как-то вот думать о вечности. Либо все-таки вера для исцеления имеет такое качество, что ты должен до конца, вот прямо до последней секунды вот верить, стоять и ожидать исцеления. Я думаю, тут, я бы сказал, не верить до конца, ожидать исцеления, а остаться в вере, что у Бога есть лучшее для меня. Вот всегда я говорю последнее слово за Богом. Я перебью, ну, это же контрадикция вере самой, то есть, само понятие вере, я, несмотря ни на что, я должен вот этот признак веры. А если ты начинаешь вот как бы, а, может быть так, может быть так, то это уже как бы сомнение. Я думаю, нельзя тут колебаться, да. На самом деле, что такое вера? Когда мы говорим о том, что в библейском контексте вера помогает нам увидеть работу Бога в нашей жизни. Мы читаем, написано, без веры угодить Богу невозможно. Если ты хочешь видеть реально его работу в своей жизни, ты должен в него веровать. И вот поэтому каждый из нас, мы всегда стоим перед выбором, как поступить. Всегда есть две дороги. Да, можно пойти путем медицины, можно пойти путем молитвы. Каждый человек, он принимает решение. Но также Бог может действовать и через медицину, и Бог может действовать сверхъестественным путем. А может и не действовать. А может Господь и забрать. И вот часто мне задавали такой вопрос. Вот человек при смерти, молиться за него, за исцеление, или не молиться, или просто сказать, что уже все, ему конец. Но на самом деле Библия о чем говорит? Чтобы мы молились за людей. Наша цель – молиться, благословлять. Вдохновлять к вере. Вдохновлять к вере. Даже если его Господь заберет, значит, это лучшее для него. Бог его заберет. Да, может Бог продлить ему жизнь и исцелить его. И вот тут эта ситуация, ее нельзя объяснить однозначно. А если мы скажем, что зачем за него молиться, тогда мы выступаем в роли людей, которые не дают надежду человеку. Хотя Бог может продлить его годы жизни. Может, Бог хочет через это, наоборот, испытать его веру. А может и ситуация, что Господь его просто хочет забрать. Вот пришел этот момент. Но вера, она помогает даже человеку перейти вот этой физической, как мы говорим, смерти, приблизиться к Богу. Даже для того, чтобы переступить эту грань, как мы говорим, смерть, здесь тоже должна быть вера. И в какой-то мере вера помогает нам преодолевать страх. Почему? Потому что когда мы верим в Бога, надеемся на Бога, уповаем на Бога, вот как было сказано, есть обетование, за которое мы держимся, то что нам помогает вера? Даже если мы впритык к смерти, это помогает нам перейти эту грань. В нашем сознании как бы не просто уже знание, а появляется некое понимание, скажем, информация, которая в какой-то мере убеждает нас, что это работает. И вот поэтому, если человек болеет, и мы молимся за него, за исцеление, мы даем ему надежду, мы мотивируем его к тому, чтобы он не сдавался, не отчаивался. Но даже если Бог его заберет, эта вера, она будет мотиватором, который поможет ему перейти эту грань между жизнью и смертью. Вот если так говорит в общем, примерно вера работает вот так. То есть в любом случае нужно верить, стремиться ожидать исцеления, Я думаю, что да, и это важно. Ожидать благословения на земле. Это важно, это нужно. Но если случится и шел вечность, то не воспринимать, это как будто вера не работает или что-то. Потому что мне задали такой вопрос, вот за Иоанна Крестителя молились, молились, а ему голову отрубили. То есть возникает вопрос, может, не надо было молиться? Нет, надо было молиться. Но мы не должны забывать, Бог наши молитвы слышит, но его автономная власть, скажем, его право, он тоже реализовывает, исходя из жизни человека. И, скажем так, момент исцеления, момент этих моментов, очень тонкая грань. Это не зависит ли именно от меня. Я вот как пастор церкви хочу, чтобы все люди исцелились и всем было хорошо. Это мое желание. Ну, это мое хорошее желание. Но я не могу гарантировать, что все люди исцелятся. Но я могу мотивировать людей верить, надеяться на Бога и доверять Богу. Правильно ли будет сказать, что вера – это обязательное условие для исцеления, но не стопроцентное, потому что здесь присутствует божественное еще прерогатива, божественное предопределение? Да, это однозначно. Вот, коли мы говорим сейчас о вере, то мы как-то подразумеваем, что человек верующий – это в самом деле верующий, и в самом деле он такой святой, живет чистой, святой жизнью, как бы все нормально, все хорошо. Вот, но иногда замечаешь, пожилые есть люди такие, то есть есть пожилые люди очень чудесные, такие бабушки, дедушки такие милые, такие с улыбкой встречают, там что-то конфетки детям раздают. Но иногда встречаешь таких верующих пожилых людей, которые, ну, как-то смотришь на них и как-то душа томится, потому что видишь, что, ну, может, там больших грехов нет таких страшных каких-то, да, но все равно они такие взгляды какие-то грустные, ну, уже не могу сказать, злые там или что-то, ну, где-то завидуют, где-то чрезмерно огорчаются, где-то вот какие-то вот сплетни есть, что-то еще такое вот, что мы называем грехами, по сути, нечистотой, вот, но как-то смотришь и думаешь, ну, вот, может быть, ну, как бы они боятся смерти, потому что боятся, ну, как бы последствий этого, потому что если кажется, ну, такое кажется, да, что если человек чистый, святой, ну, то его же ничего не пугает, вот, ну, а если человек что-то там тихоряно огрешил, вот, ну, то есть есть он боится предстать перед Богом, потому что, ну, он знает, что за это придется отвечать. Может быть, вот этот какой-то играет роль? Ну, я думаю, это маленькая, но мне вспомнился вот стих из Библии, вот я только что размышлял, слова апостола Павла, где он говорит, хорошее лежит во мне желание, а делаю плохо. Вот хотелось бы вот так вот хорошо сделать, а делаю наоборот. То есть Павел вот делится своей жизнью, да, он показывает, что даже внутри него, несмотря на то, что он был апостол, чудеса великие через него происходили, вещи были, но он показывает, что его природа человеческая склонна делать неправильные вещи. Но Павел что говорит? Это не есть уже трагизм, фатализм, что безвыходно. Но что он говорит? У меня есть надежда. И он говорит, я это побеждаю чувство, я думаю, он тоже имел чувство страха, которые приходили, что вот, ты о хорошем думаешь, делаешь плохое, что ж ты за такой апостол? И я думаю, он боролся с этим, это однозначно. Вот мы даже цитировали о молитве Иисуса. У него тоже была борьба в Гефсимании подобная. Но что говорит апостол Павел? Есть надежда. В чем? В имени Иисуса Христа. Вот если конкретно говорить вот об этих людях, вот о таких, я думаю, что здесь на самом деле просто каждый человек, он проходит какую-то борьбу в своей жизни. Мы не сможем стать идеальными. Я думаю, если бы мы стали идеальными людьми, мы бы здесь уже не жили, однозначно. Мы бы уже покинули эту жизнь, и все, мы бы уже отсюда улетели. Но мы живем на земле, мы не идеальны. Мы сталкиваемся с такими вещами. Да, и зависть приходит к нам, и раздражительность к нам приходит. Но это не означает, что Божья любовь, или Божья милость, или Божий план спасения, или надежды на вечную жизнь от нас отдаляется, потому что мы такими стоим. Это наша жизнь. И в жизни мы будем встречать такие вещи. И долины смертной тени будут, и проблемы будут. Но тут одно очень важное. Понимаем ли мы, что есть надежда, есть выход и есть решение. И вот поэтому в другом месте Писания написано, что даже если мы согрешаем, написано то кровь Иисуса Христа, а написано, очищает нас от наших грехов. Когда? Когда мы каемся и сокрушаемся. И вот даже если в нашей жизни мы делаем какие-то вещи, но мы понимаем, что это нехорошо. Мы молимся за это, мы противостоим этому, мы приобретаем надежду. Да, есть люди, которые делают такие вещи, но я бы не сказал, что это на таком высоком уровне, они прям так сильно боятся смерти. Я думаю, человек, который делая плохо, боится смерти, он что-то будет исправлять в своей жизни. Я думаю, скорее всего, просто это сфера тех людей, которые до конца не могут разобраться вот с этими негативными вещами, которые есть в их жизни. А не всегда легко сразу стать другим. Я вот слышал много свидетельств людей, которые говорят, вот я уверовал, и на следующий день я стал новым творением. Не, ну может есть такие случаи, я не буду спорить. Но моя практика пастора, когда я смотрю со стороны, и вот много посещая, я вижу, как нелегко человеку от чего-то освободиться и стать на дорогую дорогу. Это процесс, это очень непросто на самом деле. И вот поэтому даже мы всю свою жизнь в чем-то меняемся, формируемся, становимся другими. Но опять же, есть надежда для нас. То есть мы не должны бояться, что если я позавидовал тому человеку или что-то там плохо сказал, как-то неправильно поступил, все, меня вычеркнут из книги жизни, и для меня нету надежды, и думая о смерти, думаю, все, конец. Вот нам нужно иметь уверенность. Я думаю, вот тоже очень важный пункт, вот как мы говорили о вере, это еще момент уверенности. Уверен ли я в спасении? Уверен ли я в том, что я Божий сын и Божья дочь? Это тоже отыгрывает очень важный момент, когда мы говорим о смерти, о завершении моей земной жизни. Потому что вот если говорить о бабушках, о дедушках, я тоже часто, когда посещал славянские церкви, я говорю, вы уверены в спасении, что вы будете с Богом? И люди, которые говорят, ой, кто его знает, где мы будем? И вот для таких людей... Есть такие, да. Да, это сложно. Я думаю, это проблема неуверенности. Опять же, я бы перевел это в область знания, может быть, правильного учения и понимания, что такое спасение, кто я в Иисусе Христе, и что значит иметь уверенность в спасении. Ну, чуть-чуть так отойдем в сторону. Ну, если те верующие, которые сознательно грешат, значит ли это, что они еще не боятся смерти или уверены, что еще у них будет время покаяться? Я думаю, в какой-то мере срабатывает чисто человеческое чувство, что мы еще что-то выровняем в своей жизни. Ну, вот примерно, я думаю, где-то работает так. То есть я еще и здесь погуляю, так, чтобы порадоваться всем прелестям жизни. Вот есть люди, которые даже так говорят, ну, еще все впереди. Еще все впереди. То есть они как бы не придают сильного значения тому, что на самом деле все может поменяться очень быстро. Да, есть такое. Хорошо. Прежде всего, мы перейдем к такой основательной второй части. Есть ли еще какие-то причины, почему все-таки верующий человек боится смерти? То есть мы уже назвали, отчасти это может быть недостаток в познании, отчасти вот неуверенность в спасении, отчасти, ну, какой-то чувственные, эмоциональные какие-то порывы, которые другие люди навевают на твою душу. Вот. Есть ли что-то еще такое, что может служить причиной вот того, что у верующего человека страх смерти? Ну, вот я бы больше сосредоточился именно вот на этих вещах, которые мы говорили. Это знания. То есть это основные. Да, это основные знания, вера, моя уверенность в спасении, да, победа моя над страхом. То есть это основные вещи, которые мы видим в контексте Библии. То есть это то, с чем мы реально сталкиваемся. Может ли быть какая-то определенная демоническая зависимость или влияние? Да, и я думаю, что такое тоже бывает. Почему? Потому что вот если мы говорим о страхе, вот мы сегодня много говорили, в какой-то мере страх может быть навеянный такой демонической активностью, но это больше такое уже как фобия. Скажем, когда человек имеет такой комплекс, как мы сегодня говорим, такой вот на душевном, даже я бы сказал больше на духовном уровне, что вот как будто нет надежды у меня. А вот ты за своих неправильных действий погибнешь. Или там кто тебе сказал, что ты будешь в Царстве Божьем? Ты не святой. Ты вообще не святой, тебе туда дороги нет. Да, это однозначно. И с этим мы тоже сталкиваемся. Ну, это, наверное, касается больше всех людей, которые уже сталкивались с духовным миром, то есть где-то там колдовали, шаманили, что-то еще. То есть, наверное, больше их касается. Ну, я бы сказал других тоже. Я видел случаи людей, когда просто даже вот люди верующие в церкви, они переживали такие подобные, вот я бы сказал, атаки. Но опять же, это не просто появлялось. То есть эти вещи не происходят спонтанно. Что-то делаем мы неправильно, и это начинает о нас давить. Но опять же, мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Если у меня проблема с знаниями, тогда будут другие знания залетать в мою голову. Если у меня проблема с верой, тогда будет атаковать меня неверие. Да, вот мы говорим, Бог твердыня. Что мы подразумеваем в этом слове? Что в Боге мы можем укрыться. Да, вот слово твердыня означает то, что укрывает, накрывает, огоражает тебя, да. Но также мы говорим, что есть греховные твердыни. Это что значит? Вещи, которые отделяют нас от Бога. Страх, там, грехи разные. То есть на самом деле даже вот понятие имеет два разных значения. И вот когда мы говорим о смерти, вот в данном контексте, как действуют, скажем, нечистые духи? Они могут вселять в человека вот это чувство, что я один, я не справлюсь, на самом деле все не так, кто тебе это сказал? Это проблема. Но она, опять же, решается словом, молитвой. Когда мы начинаем доверять Божьим откровениям, обетованиям особенно, мы начинаем за это молиться, мы начинаем, скажем, работать над нашей верой, мы сможем этому преодолеть. Ну и, наверное, если человек чувствует какое-то демоническое влияние, то, наверное, все-таки ценным советом будет к пастору обратиться. Однозначно. Я думаю, в такой ситуации это да, потому что есть люди, которые один на один замыкаются, я знал много случаев, когда люди один на один замыкались в этой проблеме, просто не хотели делиться, и это превращалось уже до чувства самоубийства, что человек настолько чувствовал себя, ну, брошенным и ненужным, и это так сильно давило на него. Но в таких случаях лучше обратиться к пастору церкви, чтобы подержал в молитве, дал консультирование, наставление, надежду, как-то ободрил, и тогда будет легко это преодолеть. Депрессию. Могут ли христиане быть в депрессии? Я встречал... Коротко, да. Я встречал людей в депрессии христиан, да. Ну, это частое такое происходит? Я бы сказал, оно не то, что частое, оно происходит в жизни тех людей, вот в которых нет вот этого... А вот все эти вещи, что мы говорим, они в общем все взаимосвязаны. Именно в жизни тех людей, в которых вот проблема с верой, пониманием Божьих обетований и пониманием того, кто я в Иисусе Христе. Вот если три эти сферы нарушены, а еще я не веду духовную брань, я не молюсь, ну, как бы так, депрессию очень сильно атакуют таких людей. Как говорят, верующеватый. Да. И это встречается очень-очень часто. Хорошо, теперь мы приходим ко второй части. Что же все-таки делать человеку, ну, я знаю, вот наши телезрители сейчас смотрят, и, так сказать, это для некоторых просто как вступление было, да, вот, но если человек сейчас уже находится в таком периоде своей жизни, что уже года подходят, и человеку уже, возможно, болезнь, возможно, еще что-то, и уже чувствует, что уже где-то вот скоро, но вот присутствует этот страх. Может быть, человек и не понимает, почему он присутствует, откуда он, что, как, ну, вот он, вот есть он. Что делать? Вот я бы пожелал зрителям, как бы, такую очень важную вещь, что нас слушают. У нас есть основания, на котором строится наша вера в то, что есть что-то больше, чем просто земная жизнь. Это Божье Слово. И поэтому первое мое пожелание, читайте Божье Слово и воспринимайте написанное как инструкцию, которая работает, которая актуальна. Второе, молитесь, чтобы Бог давал вам мир, внутренний мир. И если даже внутри вас есть страх перед тем, что и как будет дальше, Божье Слово говорит о надежде. И Божье Слово говорит о смерти, как в переходе от земной жизни к другой. И третье, очень важное, что также является во всем этом, это момент веры. Если Бог о чем-то говорит в своем слове, это не обман, это не просто какая-то, скажем, мистика, но это истина. И если мы в ее верим, мы должны принять, что она работает в нашей жизни. Вот три эти вещи, молитва, слово, вера, они помогают нам достойно встретить, скажем, какие бы ни были ситуации в нашей жизни. Даже если мы приблизились к смерти, вот эти моменты, они помогают нам достойно перейти вот эту грань между земной жизнью в Царство Божье. Вот вы так интересно сказали достойно перейти, то есть вот как бы понятно, что есть такие какие-то недостойные переходы, а недостойные. И вот, кстати, вот как раз в тему мне вспомнился случай, некоторое время назад мне рассказали свидетельства, как одна женщина, которая очень много трудилась в церкви, служила Богу. Ее служение было, она переписывалась с заключенными в тюрьмах Украины, России, что-то им пересылала, письмами вдохновляла их, то есть от руки прямо писала письма. Вот. И случилось так, что ей позвонили ее друзья однажды, вот, и она отвечает таким тихим голосом, таким вот уже. У нее спрашивают, что такое, что случилось там? Ну, уже извиняюсь, забыл имя. Она говорит, все нормально, все нормально. Ну, как все нормально? Что с тобой случилось? Она говорит, я уже в вечность ухожу. Как в вечность? Ты что, давай мы сейчас будем там молиться, таблетки, все там, это самое. Она говорит, не-не-не-не, подождите, все хорошо, все нормально. Значит, смотрите, когда у меня все было хорошо, когда я трудилась с Богом, я его попросила, чтобы Бог не забрал меня резко так, внезапно, а чтобы Бог дал мне время для того, чтобы я там с кем-то перемирилась, чтобы еще что-то мало сделать, чтобы я как-то подготовилась. И когда я понял, что у меня вот эта болезнь уже неизлечимая есть, я с радостью это принял, я понял, что Бог меня забирает, и Бог мне дал время. И говорит, за это время я уже написала всем письма, с кем переписывала, что вот я уже последнее письмо вам пишу, но вы надейтесь на Бога, Бог есть, Бог любит вас, все остальное. Перезвонила всем родственникам, со всеми попрощалась, с кем было что-то не так, помирилась, переговорила. И как-то слушаешь такие свидетельства, настолько как-то даже удивляешься, что у людей настолько крепкая вера и достойный переход, что они получили от Бога, попросили что-то Бога, получили это от Бога, восприняли это с радостью, и даже несмотря на то, что еще можно было бы до 120 лет жить, еще много сделать, они поняли, что есть достойный переход, вот как вы сказали, и они вот так-то все с радостью сердца приготовили себя, свое духовное состояние, со всеми помирились, и с такой радостью как бы все это воспринимать. Вот как вот достичь такого, чтобы вот, как вы говорите, достойный был переход, а не в муках там, где-то в попытках там, в страхе, дайте еще таблетку, я вот еще чуть-чуть. Вот чем, как достигается такое состояние? Думаю, ответ вот именно вот в той фразе, что было сказано. Если мы смотрим на жизнь этой женщины, если конкретно по ней говорить, мы видим, что она жила именно тем, во что верила, да, если даже она писала письма людям, в которых она их ободряла, жить, верить, надеяться, не бояться, то что мы видим, это был стиль ее жизни. Поэтому для нее вот этот момент смерти, это считается, ну, не трагизм, скажем, она достойного приняла. Почему? А потому что мы видим в ее жизни твердое основание, мы видим веру, мы видим уверенность в Боге, во спасение, мы видим надежду. И живое общение с Богом, и живое общение с Богом, в молитве, вот то, о чем мы говорили. Вот на самом деле все эти вещи у нее есть. Поэтому кто-то ее послушает, скажет, какая-то интересная, ничего не делает, странная. Но для нее это естественно. Почему? Потому что это говорит о человеке, у которого вот есть вот этот уровень веры, понимания, осознания, и который достойно это должен встретить. У меня есть бабушка, ей сегодня 98 лет, она верующая, которая всю нашу семью привела в церковь. 98 лет? 98 лет. Она живая, да. Она в церковь, конечно, уже не ходит, но верующие посещают ее на дому. И вот перед тем, как ехать в Америку, ее проведывал, она мне говорит, если я буду даже умирать сегодня, это очень легко. И она говорит, я готова сегодня умереть, завтра, через год, даже через два. А я говорю, тогда еще жить. Она мне говорит, я готова. Говорит, я уверена, что все, что я сделала в жизни, Господь дал благодать, вот я прожила. Кому я хотела, чтобы спаслись, все спаслись. И она говорит, я готова достойно уйти. И вот опять же, почему она так легко про это говорит? Хотя сидит напротив моей тетя, смотрит на нее, и я вижу, она этого боится. Потому что в моей бабушке есть вера, есть основание, есть понимание. Да, она непростую жизнь прошла, и трудности, и гонения в жизни были, но она достойно готова прийти вот в новую жизнь. Вот и все. Ну, это такие примеры, я не знаю, всегда вдохновляют. Это жизненные. Это жизненные примеры. Ну, и когда человек так достойно уходит, то даже подражать хочется. Я считаю, стоит на это обратить внимание. А вот именно вот, это и помогает нам тоже встретить достойно такие вещи. вот как написано в Божьем Слове, что вера от слышания, слышание от Божьего Слова. Даже когда мы слышим свидетельство людей, которые вот столкнулись лицом к лицу смерти, как они уходили, вот такие достойные верующие. Я читал очень много таких вот свидетельств людей, мне было интересно, истории людей, которые вот много служили и оставляли земную жизнь. И вот я увидел, они не боялись смерти. Они воспринимали это просто как переход от этой жизни к той. У них не было там паники, страха, как некоторые атеисты, известные, умирали в Советском Союзе. Там в табуретах и во всех просили прощения. А эти люди, они с радостью достойно уходили из жизни. И на их похоронах слез мало было. Все такие стояли более довольные. Почему? Потому что, когда ты смотришь на человека, который достойно прожил жизнь и так ушел легко с нее, он же к Богу идет. А если мы плачем и бьемся так сильно, ну скажем, вот в таком порыве, значит, у нас нет веры. Значит, у нас, наверное, нет надежды или страх о том, что дальше и как сложится в его жизни. Вот это тоже, как бы, играет такую роль. Даже вспоминается, по-моему, Кэтрин Кульман в завещании такое написала, что когда меня будете хоронить, то обязательно белые одежды, чтобы все там тоже белые одежды были. Чтобы никто не плакал и чтобы все были довольны. Еще такой вопрос, связанный все-таки с райом, с вечностью. Есть люди, которые утверждают, что они были в раю. Вот. И, ну, мы не вправе, ну, как бы, на сто процентов утверждать, что это правда или неправда, или там на сколько процентов, там чего-то, как они правильно видели или неправильно, вот. Ну, такие свидетельства есть. Вот. И с одной стороны, это служит каким-то вдохновением для людей, что как бы, он там был, он рассказывает, что там хорошо, там травичка не ломается, а просто гнется, там такие плоды, что ты аж от одного вида уже там, вот, и как вкусил, такое блаженство, все это. Вот. с одной стороны, оно как бы тебя вдохновляет. Есть другие свидетельства. Вот прямо недавно один хороший человек мне рассказывал, что тот же самый человек, который говорил свидетельство о небе, тут же начал рассказывать о том, что вот он заболел какой-то болезнью и так старался получить исцеление, так старался вылечиться, чтобы как можно дольше пожить на земле. И так не хотел в этот рай, который он видел и где он был, вот почему-то. Вот вопрос, как нам относиться вот к таким вот свидетельствам о рае, то есть мы понимаем, что если апостол Павел был там до третьего неба вознесен, то значит оно есть, оно все, оно есть, то есть мы не можем сказать, что этого неправды нет, но все-таки насколько такие свидетельства, они могут вдохновить нас в веру или наоборот, вот когда послушаешь такие вот вещи, ну как-то думаешь, он в самом деле верит в то небо, где он был там вот, или может быть просто со временем, ну то есть у меня были какие-то личные переживания, которые я понимаю, что со временем осознание и чувство, оно остывает вот того, что ты пережил, то может быть и с ним такое случилось, что вот чувство остыли и он уже начал бояться опять смерти. Возможно, но я думаю, что вот эти вещи, они в какой-то мере, скажем, как на уровне такого личностного откровения, переживания могут быть полезными и для человека, который это видел, и также для других людей. Почему? Часто бывает, это может кого-то вдохновить, например, для кого-то это может быть вот, скажем, той подпиткой, возможно, которой не хватает человеку, да, и слушая это, он понимает, что да, это хорошо. Это реально, это работает, это есть. У нас даже был вот случай такой в церкви, у нас был один человек, который пришел в нашу церковь, он был больной, у него были проблемы с печенью и все знали, что ему жить мало, но он пришел, покаялся, принял крещение, он ходил на все служения, он ничего не пропускал и однажды он мне говорит, я вот всегда боялся смерти. И однажды он вечером помолился, и вот он увидел такое как видение, сон, как будто он в новом месте, в белой одежде, и он говорит, мне там так было хорошо, он если так почувствовал хорошо. И я понял, что Бог через это просто показывает ему, чтобы он не боялся смерти. Я ему говорю, какие первые ощущения? Он говорит, я не боюсь смерти, я хоть готов завтра уйти к Богу. На следующий день он умер и ушел к Богу. И вот я думаю, эти вещи почему Бог дает? Для подпитки веры, для ободрения, а возможно для кого-то. Да, мы люди, бывает, вот как в этом примере, увидели, думаем, ох, как хорошо. А потом мы, скажем так, окунулись в нашу бытовую суетливую жизнь, и нам хочется еще где-то в ней здесь побыть, потому что мы понимаем, что там много чего не будет, уже мы параллели какие-то начинаем проводить. Но я думаю, на самом деле, почему Бог это показывает? Чтобы мы понимали, что есть что-то лучшее, другое и то, к чему мы не привыкли, то, что будет отличаться. Скажем, Царство Божие – это не просто, скажем, другая планета, на которой мы будем жить. Когда Иисуса искушали, да, задавали ему там вопрос, с кем там, кто-то, жена умерла, ту взял, тот умер, с кем там, с какими мужьями там она будет жить. И Иисус дает понять, что Царство Божие – это не просто другая планета, это духовная жизнь, это другое. Это другая реальность, которая будет отличаться. Да, конечно. И я думаю, тоже вот этот момент непонимания, какими мы там будем, как мы там будем ходить, как дети мои говорят, папа, а наша Амалия кошка себе умрет, она там будет с нами ходить? Ну, то есть такой детский вопрос. Да, почему? Потому что часто для людей, скажем, мы воспринимаем это, вот мы хотим провести какую-то параллель, опять же, исходя из нашего сознания. Но мы не должны забывать, то, что Бог приготовил для нас, нашей логикой объяснить, это сложно. Даже книгу «Откровения» мы не можем истолковать, и сказать, вот я ее правильно понимаю. Все взгляды очень субъективные. Почему? Потому что в ней есть пророческий контекст, контекст будущего, прошлого, и вещей, например, о которых мы не можем до конца сказать, что это именно об этом. То есть «Откровения» нужно обращать внимание, понимать, что это есть, это реально, дары Духа Святого действуют. Я считаю, что да. Вот, но, наверное, больше с Библией сверять, если есть какие-то контексты. Ну да, но надо всегда смотреть в слово, тогда мы не ошибимся. А что касается желания быстрее перейти в вечность, вот в Писании мы читаем о том, что Давид, он уже так, ну как написано, насытился, насытился жизнью, да. Ну и мы понимаем, что он царь, у него все было, он всем насытился, а у нас еще не все было, то мы еще не насытились. Вот, но все равно есть верующие, которые, ну в основном это такие чистые, искренние, хорошие верующие, которые говорят, ой, ну там бабушки такие, которые говорят, ой, я уже хочу, я уже быстрее хочу туда, в вечность, к Богу. Вот, правильно ли это вот хотение, желание, или все-таки мы должны стремиться, как апостол Павел, чтобы сказать, что я-то в принципе хочу, но ради вас, ради служения я еще готов тут и трудиться, и жить, и страдать. Вот мне больше это нравится, вот именно этот стих. Почему? Я считаю, что Бог дает жизнь человеку и забирает ее. Мы не можем регулировать, Бог, забери меня сегодня, мне уже тут надоело жить, или есть люди, вот я встречал, которые говорят, а смысл тут на этой жизни, вот это жить, тут жизнь строить, так скоро все к Богу уйдем. Но это тоже есть неправильная постановка. Почему? Потому что Бог дает жизнь, чтобы здесь в нашей жизни мы увидели, как работает Божье Царство и Божьи принципы. И Иисус про это говорил. Вот почему сегодня, даже живя на земле, мы молимся, мы молимся о финансовом благословении, мы молимся о хорошей работе, мы хотим, чтобы у нас были хорошие семьи. Правильно ли это? Правильно. И Библия говорит, это нормально. И когда мы практикуем такие вещи и видим свидетельство в своей жизни, о чем это говорит? Мы уже видим, как работает Царство Божие. В нас, здесь, на земле. Но когда мы занимаем такую позицию, что все это мне не нужно, я хочу быстрее к Богу, это говорит о том, что мы просто не понимаем до конца Божий план для нашей жизни. Мы же не рождаемся сюда, чтобы просто как-то жизнь прожить, пострадать, потому что скоро уйдем в небеса. Нет. Но Бог дает жизнь, чтобы мы ее прожили достойно. Вот поэтому Павел и говорит, что я не просто живу, лишь бы как-то прожить жизнь, а я хочу реализовать то, скажем, в чем я себя открыл, да, мое призвание, которое Бог дал мне. И вот поэтому он с радостью это делает. И поэтому, когда люди начинают торопить сильное событие, мне кажется, они начинают делать то, что делает Бог. Наша цель – жить и благодарить. И ожидать. Когда этот день придет, каждому придет по-разному. Мы не вправе решать завтра, послезавтра, через год, через два или через десять лет. Это решает Бог, да. Как была история об одном царе, мы знаем. Бог его хотел забрать, а он там лежал, плакал, чтобы Бог продлил. Ну, Бог ему сделал исключение, да. Я думаю, сделал исключение, опять же, для чего? Чтобы мы сегодня, читая Слово Божье, понимали, что Бог лучше знает, что для человека. И мы знаем, что вторая часть его жизни была не лучшей. Поэтому это в руках Божьих. Наша цель – жить, учиться жить здесь святой жизнью, побеждать, видеть в своей жизни больше Божьих благословений, чудес. Вот именно к этому мы должны стремиться. Тогда нам тоже будет легко переступить этот порог смерти. Почему? А потому что, если здесь, живя на земле, я вижу, как Царство Божие работает в моей жизни, это тоже укрепляет мою веру, и у меня появляется понимание, что, значит, там есть еще что-то больше и лучше. Да, если Царство Божие уже внутри тебя есть, как написано, то, значит, оно там продолжится. Это тоже хорошая мотивация. Мне кажется, что это одно из главных вещей, которые мы сегодня сказали, дорогие друзья, что больше или важнее, лучше обращать внимание в свою жизнь не столько на саму смерть, на что-то такое, а на свою жизнь. То есть Бог, как пастор Игорь сказал, дал вам эту жизнь. Поэтому нужно максимум сделать там что-то, максимум пережить, почувствовать. Бог формирует наш характер в этот период, жизни для того, чтобы мы вошли в небо уже измененными, лучшими, характер Христов имели. Вот, то да, это, наверное, такая ценная мысль, которая нужна, наверное, многим. И это тоже нам помогает в какой-то мере достойно встретить смерть. Я вот даже, вот мне понравился этот пример этой женщины, которая служила людям, писала письма. То есть здесь она показала, как работает Божье Царство. Я думаю, были плоды ее работы. И поэтому лично для нее это уже было свидетельство. И для нее войти в Божье Царство, это, наверное, было даже интересно, потому что она хотела больше, скажем, это увидеть и пережить в своей жизни. Потому что здесь она увидела уже определенные действия. Вот, вот, вот и все. Это здорово, это здорово. Хорошо, и последний вопрос уже, наше время заканчивается. А как же все-таки, ну, мы некоторые вещи перечислили, там, молитва, чтение Слова Божьего. Ну, кто-то верующий может сказать, что я уже вроде и так делаю, как бы стараюсь. Есть еще что-то такое, еще дополнительно, буст какой-то такой, что вот как-то может помочь христианину как-то иметь больше радости в жизни, иметь более ценно направленную жизнь, вот как-то более полноценную жизнь, да, вот чтобы как-то с радостью подходить вот к тому моменту перехода, ну, чтобы, так сказать, перейти с радостью, вот как бы не с печалью, не с какими-то там огорчениями, с горечью или там страхами, ужасом, а вот именно как с радостью перейти, вот переход с одного состояния в другое. Вот есть что-то такое еще вот, чтобы, ну, как-то начали, вот пометили сами себе и как-то начали практиковать? Ну, вот я бы прочитал стих из Библии, вот он как раз открыт, можно его взять на вооружение, да, первое послание к Алифинам, 15 глава, 55 стиха. «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Жало смерти грех, а сила греха закон». И 57 стих. «Но благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Итак, братья мои воздюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен перед Господом». То есть, когда мы даже берем этот отрывок, да, смерть написано, где твое жало, что говорит апостол Павел, это есть страх, вот как сегодня смерть действует на людей, в чем ее жало? Страх и то, что человек должен закончить земную жизнь, и как будто больше надежды нет. Но Павел что говорит? Жало смерти, откуда пришла смерть, грех, и сила греха, есть закон. Но, что он говорит? Бог даровал нам победу в Иисусе Христе. Да, аминь. И вот я бы хотел сегодня задать зрителям вопрос. Вы уверены в том, что вы сегодня Божьи дети, Иисус умер за вас, и мы сегодня имеем вот эту власть, как написано в Библии, называться Божьими детьми? Если мы можем сказать аминь, что это так, тогда мы должны понимать, если мы Божьи дети, значит, Господь тогда за то, чтобы в нашей жизни все шло по правильному сценарию. Не по сценарию страха, какой-то паники, но по сценарию благословения. И в тот же момент Павел вот здесь дает нам интересные рекомендации. Что он говорит? Будьте тверды. То есть нельзя быть, скажем, людьми, которые из-за каких-то вещей все время паникуют, сомневаются. Он говорит, будь тверд. Второе, что он говорит? Будьте непоколебимы. То есть придерживайтесь тех обетований, которые есть. Да, мы их все знаем. Мы знаем, но их нужно придерживаться. Быть непоколебимым, быть человеком, как мы говорим сегодня по-современному принципу, убеждений, можно еще сказать. Но и он говорит, преуспевайте в делах Господним. Больше думай о том, как служить Богу. Больше думай о том, как переживать Бога в своей жизни. Как видеть его чудеса. Как послужить другим людям. И вот это будет нам помогать идти дальше, дальше и дальше. И перейти из этой жизни в другую. У нас совсем мало времени, но почему-то дух мой побуждает задать еще один вопрос. Для тех пожилых наших уважаемых, любимых верующих людей, которые уже, так сказать, перед вечностью, уже силы ослабевают, ну, все мы понимаем, некоторые из них переживают, что я так мало потрудился для Бога. Вот в этот период времени, когда уже сил мало, стоит ли бросаться, что-то делать срочно там, для Бога там, потому что ты что-то не доделал. Либо, наоборот, надо успокоиться, находиться в мирном состоянии, то есть все нормально, что успел, то успел. Вот что делать? Я думаю, суета, она ничего не решит, и это может, наоборот, вызвать еще больше чувства осуждения. Всегда в человека есть какое-то чувство сожаления, что он что-то где-то не успел. Но, опять же, когда мы читаем Божье Слово, о чем Библия нам говорит? Чтобы мы обратили внимание на те сферы жизни, в которых мы что-то сделали полезно. Да, может, я сделал мало, но мое малое было то, что я молился за людей, которые сегодня проповедуют. Есть даже известная история, когда в Южной Корее трудилась одна семья миссионеров, очень много трудились, 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 трудились. Никого не смогли привести к Богу. Единственный подросток Юнгичо у них только был покаялся и спасся. Все, и больше никто. И они с таким вот сожалением уехали в Америку, а он был один единственный ихний плод, в который они еще вложили деньги, чтобы он получился в семинарии, закончил и получил образование бакалавра. Но он стал человеком, который изменил всю судьбу Южной Кореи. Да, один человек, да, двое людей. Я не знаю дальше, как их даже жизнь закончилась. Но каждый из нас, мы делаем что-то ценное в этой жизни. Да, кто-то сделал много, кто-то сделал малое. Но даже если в этом малом ты был верен, для Бога это ценно. Если это было искренне... Ты уже выполнил предназначение. Может, это была твоя миссия, которую ты должен был сделать. Я считаю, что в последние годы жизни, наоборот, нужно больше молиться просто за такой Божий мир, чтобы внутри у меня был. Такой вот Божий покой, Божье успокоение и меньше суеты. Меньше суеты. Слава Богу. Да. Пастор Игорь, у вас одна минута времени, чтобы сказать пожелания нашим телезрителям. Я все-таки думаю, будет хорошо, когда мы одну минуту помолимся, учитывая, что нас смотрят разные люди. Я бы хотел очень коротко помолиться. И кто нас сегодня смотрит, просто вместе со мной согласитесь с этой молитвой, что Бог дал мир, утешение, убрал страх. И у нас не было паники, когда мы говорим о смерти. Но чтобы было понимание того, что если здесь в этой жизни Бог в моей жизни проявлялся, значит, есть что-то еще лучшее, еще большее, что Бог для меня приготовил. Мы коротко помолимся. Всемогущий Господь, я сегодня молюсь за каждого, кто стал частью этого эфира. Я сегодня благословляю всех людей, которые смотрели нас. Возможно, сегодня у кого-то есть какое-то чувство страха, переживания о будущем, когда мы приближаемся к смерти. Я прошу, дай утешение таким сердцам. И дай им, Боже, понимание, что мы твои дети, ради которых ты пролил свою драгоценную кровь, ты спас нас, и ты назвал нас своими детьми. Да будут все благословенные. Пускай у каждого будет радость и понимание того, что смерть побеждена. И в Иисусе Христе мы имеем надежду на лучшее, то, что Господь приготовил для нас. А тебе, Господь, будет слава и хвала Богу Отцу Сыну и Духу Святому. Аминь. 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 Пастор Игорь, сердечно благодарю вас за участие на нашей программе. Слава Богу. Спасибо. Очень содержательно, очень интересно и даже для меня. Вот, дорогие друзья, хотя мы еще молодые, но тем не менее задумываемся, смотрим на жизни других людей, изучаем, как праведники уходят в вечность, как грешники, да, читаем, уходят в вечность. Хочется учиться, хочется, так сказать, следовать хорошим примерам, ну, которые тоже вдохновляют. Вот. И, конечно же, уже так, на правах ведущего хочу и вам, дорогие телезрители, пожелать, чтобы у вас в сердце был мир, все мы когда-то будем переходить в вечность, и не стоит этого бояться, страшиться, никто из нас не минует этого перехода. Вот. А поэтому самое лучшее это сделать свою жизнь так, чтобы она была приятна для нас, для Бога, максимально исполнить то, что мы могли исполнить, стараться свой характер как-то делать, похожим на характер Христов. Вот. И сам переход тогда, наверное, автоматически будет таким спокойным, мирным, хорошим, благословенным. Поэтому благословения вам, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»